приветствую всех сборка 4970 новый игровой системный блок и собран в корпусе cougar ng-130 форм-фактор микро пикс сбоку тонированное закаленное стекло которое у нас прикрыто металлом сверху и спереди сбоку и спереди панели в общем если что-то где-то прилетит то стекло останется целым стекло на закаленное довольно-таки толстая хороший корпус и принципе даже можно назвать его хорошим продувным можно поставить вентилятор на переднюю панель 120 либо 140 миллиметров можно поставить вентилятор на верхнюю панель 120 либо 140 в общем даже самый мощный системники могут собираться в таком корпусе здесь идеально как мне кажется на данный момент связка и 3 12 и f и родионер x6 500 xt она идеальна тем что в принципе для всех современных игр для разрешения full hd будет этой связки хватать еще много лет но если разрешение будет 2к то это видеокарта тоже справится если эта игра будут современные те игры у которых будет использовать технологии фср от амд фиделити фикс super resolution который позволяет повышать количество кадров в секунду такой ответ от end от мд на инвиди ские технологии dlss которая доступна только в ртx ах но здесь технология доступна и в стареньких видеокартах серии polaris rx и 4 либо 5 серии даже встроенная графика современная эту технологию поддерживает при этом если для старых видеокарт с применением технологии повышается производительность до двух раз то ртна 2 в два с половиной раза повышается количество кадров в секунду и компьютер по-настоящему будет игровым на сайте нд можно прочитать про технологию посмотреть примерные результаты в разных играх и убедиться что современная видеокарта родион это сейчас очень хорошее решение свой бюджет единственная проблема 6500 x6 400 это 64 битная шина довольно-таки урезанная и для того чтобы полноценный 3 диакарт функционировал нужен разум ся экспресс 40 а он у нас присутствует только у райзена в 5 серии либо у intel 11 либо 12 серии вот в данном случае 3 12 f при том что 4 ядра 8 потоков он мощнее чем тот же 7 9 700 в многопотоке тот 8 ядерный процессор который был топовым буквально пару лет назад тут сейчас четырех ядерных даже многопотоки его превосходит но если рассуждать а одно то потоки там где именно используется в играх 1 поток то процессор на 30 процентов и мощнее вот сейчас у нас шел тест и мы видели что нас кулер тут периодически то включался то есть у него режим работы скорее отключен чем включен процессоры холодный в отличие от 11 серии потребляет примерно 50 ватт абсолютно процессор не греется и даже такой простенькой башни от айди кулинг хватает чтобы вентилятор у нас вовсе не включался при том что вентилятор 80 миллиметров башня маленькая рассчитана под 100 ватт примерно теплопакет 3 пиновая колодка ну плата и мы сай традиционно нет регулировать обороты с помощью напряжения главное задать биосе эту настройку материнская плата имеет 10 воспитания подходит и для ай 5 для 7 только не кашного процессора так что будущее можно сделать и апгрейд но вообще 12-ф если рассматривать процессорами в этом ценовой сегменте превосходит тот же райзен 5 3 600 курай 5 10 400 при этом стоит дешевле в общем идеальный процессор а приставка и говорит о том что у нас встроенной графики нет память на аж 610 чипсете есть используется ddr4 работать на частоте 3 200 доступно максимальный объем это два по 32 гигабайта то 64 гига и даже такая плата это не слабое звено в подобных сборках а стоит две планки памяти по 8 гигабайт фирма нет так ну и по накопитель здесь пожалуй такая идеальная связка это nvm я накопитель в пошине psy express и жесткий диск обычный стандартный емкостью 1 терабайт 256 гигабайт фирма kingspec когда-то на этот бренд знали по алиэкспрессу а сейчас city link привозят накопители ценник на них низкий и как мне кажется вполне вполне гуманный он даже ниже чем был феврале но жесткий стандартный терабайтный от фирмы western digital вот получается система это диск c это ssd накопитель и вся информация на том жестком на котором эту информацию можно копить карта у нас родионный рыб 6 500 x тина 4 гигабайта gddr6 фирма гигабайт и версия и но здесь реализован даже фан стоп то есть вентилятора стоят пока видеочип не наберет примерно 60 градусов карточка холодная и для 6 500 x и здесь даже можно сказать избыточная система охлаждения на тепловых трубках ну и до питания 6 пин также присутствует блок питания запаса на 600 ватт фирма хитро и скажем так это блок питания будет хватать и для видеокарт который потребляет в 2 а пожалуй в три раза больше ну и возвращаясь к стоимости 53 тысячи рублей стоит данный системный блок